Синонимы Синонимами, потому что они обозначают сходные признаки. Слова существительные «дом», «здание», «строение» являются синонимами, так как они обозначают сходные предметы. Глаголы «уточнить», «спросить», «поинтересоваться» являются синонимами, так как они обозначают похожие действия. Глаголы в будущем времени обозначают действия, которые произойдут после момента речи. «Будущее время» глагола может быть представлено простой формой, так она называется, потому что «будущее время» представлено одним словом, или «будущее время» глагола может быть представлено сложной формой, так называется эта форма, потому что представляет собой два слова. Простую форму будущего времени образуют глаголы совершенного вида. Что сделаю? Решу, выучу. Сложную форму будущего времени образуют глаголы несовершенного вида. Что буду делать? Буду решать, буду учить. Правописание приставок, оканчивающихся на «з», «с» зависит от произношения. Если после приставки идет звонкий согласный или гласный звук, то в приставке мы пишем букву «з», как в словах «безграмотный», «взлететь», «избить». «Низвергаться», «развалины», «чрезмерный». Обратите внимание на правописание приставки «без» в слове «безвкусный». Это единственное слово, в котором правописание приставки «без» не совпадает с ее произношением. Если после приставок, оканчивающихся на «з», «с» идет глухой согласный, то в приставке мы пишем букву «с», как в словах «бескрайний», «восхвалять», «ниспадать», «расщепить». В словах «исчезнуть» и «чересчур» устаревшая приставка сейчас входит в состав корня. Отличайте от приставок, которые оканчиваются на «з», «с» приставку «с», которая пишется всегда одинаково, независимо от произношения. В слове «списать» у нас совпадает произношение с написанием, а в словах «сделать» и «сгореть» не совпадает. Но всегда пишем букву «с», потому что существует только такая приставка, приставка «с». В словах «здесь», «здешний здание здоровья» нет приставки, поэтому они начинаются с буквы «з». Правописание суффиксов прилагательных. В прилагательных мы пишем суффикс «ев» в безударном положении, как в словах «боевой», «полевой». Под ударением мы пишем в суффиксе гласную «и», как в словах «правдивый», «ленивый». Обратите внимание на правописание слова «милостивый», где в суффиксе мы пишем гласную «и». В суффиксах «чифлив» всегда пишется гласное «и», как в словах «заносчивый» или «заботливый». В суффиксе «чат» всегда пишется буква «а», как в слове «зубчатый» или «рассыпчатый». В суффиксе «еск» пишется гласное «е». «Айтк». «Катупия» «��та». Продолжение следует...